Мы продолжаем выпуск. За первую неделю нового учебного года заболели коронавирусом 87 школьников, но по данным эпидроследований только 8 случаев имеют отношение к школе. С 1 сентября заболели 87 школьников, но только 8 случаев связаны со школой. Остальные не имеют отношения к школе. Дети заразились в домашних условиях в результате контакта с ранее заболевшими родственниками. В 87 случаев заражения учеников коронавирусом зарегистрировано в 48 школах. Ровно половина этих учебных заведений областного центра. В 8 имеющих отношение к школе случаев выявлены в 8 школах. 5 из них городские, 2 школы Жанакурганского района, 1 щелистская. Все 8 классов отправлены на карантин. На сегодня в очагах в полном объеме проведены дезинфекционные работы, контактные взяты под медицинское наблюдение. Все классы по становлению главного врача отправлены на карантин на 14 дней. Отмечу, во всех школах, где выявлены случаи заражения, все учителя были полностью вакцинированы, поэтому они будут под наблюдением врачей продолжать работу. Согласно постановлению главного государственного врача страны, в случае выявления COVID-19 в 30 и более процентах классов одной смены, вся смена отправляется на 14 дней на дистанционное обучение. У нас в области, к счастью, таких случаев массового заболевания школьников нет, только единичные случаи. Среди учителей выявлен один случай заболевания коронавирусом в Жанакурганском районе. В случае заболевания педагога мы изолируем те классы, где она преподает. Дети отправляются на карантин. Учитель в зависимости от течения заболевания в инфекционный стационар или на домашний карантин. Коллеги, если вакцинированы, продолжают работать. Не вакцинированы, отправляются на карантин. На особом контроле соблюдения санитарных требований в школах усилен дезрежим, проветривание, влажная уборка. На входе установлены приложения Ашак, тоннели, санитайзеры, дистанционная термометрия. Родители на территории школы не запускаются. Массовые мероприятия, в том числе и родительские собрания, запрещены.